Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как известно, совсем скоро будет «Ночь искусств», а там уже и ноябрь будет в полном разгаре, а затем декабрь и Новый год, и поэтому время нам поговорить с вами о культуре и об искусстве, потому что у нас в гостях уже наши традиционные знакомые, которые нашли время, чтобы прийти к нам в студию. Директор музейно-выставочного комплекса городского круголюберцы Татьяна Крюкова и заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса городского круголюберцы Виктория Фетисова. Здравствуйте! Добрый день! Ну, прежде всего, 4 ноября. Во-первых, это праздник, День народного единства. Во-вторых, в этом году, получается, праздник совпадает у нас с «Ночью искусств». Давайте напомним, что это вообще за такое мероприятие. Почему ночью? Что, днём нельзя? Нет, это продолжение, наверное, тех акций, которые у нас пошли востребованы. Ночь театров, ночь музеев, библионочь. То придумали вот в ноябре месяце, и уже, мне кажется, традиционно так складывается, что именно приблизительно в День народного единства ежегодно мы отмечаем «Ночь искусств». Когда люди могут немножечко как бы расслабиться, потому что ночное ощущение, да, немножко не такое, как обыденное дневное, даже если это праздник или... Потому что ночь, она имеет своё какое-то таинство. Наверное, так, да? Это ещё возможность тем людям, которые у нас трудятся где-то до 9 вечера, приобщиться к искусству. Вот у нас в мае месяце была «Ночь музеев», и к нам пришли, я как сейчас помню, пара человек, которая работала до 9, потом бежала специально к нам, они были такие счастливые, что на эти два часа, но они стали причастны к искусству, потому что в другие обычные дни они это сделать не могут. Ну и жизнь, да, засасывает. И вот тут, Виктория, скажите, вот у вас такая интересная должность развития. Помните, мы с вами же не первый раз встречаемся, мы говорили о том, что вот, мода на музее. Был такой период, когда народ выстраивался в очереди. Мне кажется, сейчас он уже прошёл, но при этом, ну, отчасти, может быть, из-за ковида, потому что выставки такие, ну, всё стало как обычно, да, таких громких, может быть, премьер. Нет, но востребованность человека сейчас, может быть, куда больше. Чего-то отвлечься, да, прикоснуться к прекрасному. Есть вот такой запрос? Абсолютно. Люди хотят и не только отвлечься и прикоснуться к прекрасному, а ещё стать участником этого прекрасного, а ещё хотят творить это прекрасное. То есть у нас сейчас идёт очень неплохой запрос населения на то, чтобы самим стать творцами. Я сейчас говорю даже о творческих мастер-классах. Очень хотят. Это когда люди хотят прийти и, может быть, никогда чего-то не делая, да, по какому-то направлению вдруг попробовать себя в этом амплуа. А мы музеи-вдохновители. То есть они смотрят на шедевры, вдохновляются сами, и мы можем дать такую возможность попробовать самим создать тот или иной шедевр. Ну а кто приходит? Вот понятно, сейчас мы про ночью искусство уже более подробно поговорим. Вообще сейчас кто приходит в музей? Всё-таки летний период закончился, наверное, такого затишья, да? А уже все вернулись. Понятно, наверное, деток к вам вводят, я так думаю. Да, организованные группы, школьники к нам сейчас пошли активно. Представители уже активного долголетия приходят к нам тоже. По программе специально, да? По программе и наши непосредственно жители городского округа, и жители других муниципальных образований Московской области приезжают к нам на экскурсии. Понятно. Ну а теперь давайте про ночью искусство поговорим, потому что, ну вы, наверное, как-то готовились или это внезапно как-то? Нет, мы готовимся, готовимся каждый год, и каждый год её ждём. Как будет проходить в этом году? Ну, во-первых, она будет проходить до 11. То есть, действительно, да, практически полуночи. Два часа, с третий, да, да? С пяти. С пяти, аааа. Мало того, она в этом году у нас проходит два дня. Ух ты. Мы вот так вот решили. Мы можем ночь в два дня провести, как прекрасно. Третьего и четвёртого. А вам хоть доплачивать за это будут? Потому что так, у вас же рабочий день до скольки? Не до 23 же часов. Ну, у нас директор грамотно построила нашу работу. Понятно. Так, чтобы всё было у нас... Я же с провокационной целью спрашиваю. Так что... Это тот момент, когда музей, ну, вообще, во всю красоту свою поворачивается к людям. Говорят, приходите, я и до 23 часов буду вас ждать. С пяти часов что будет, что в программе? А какой день интересует? Четвёртый или третий? Первый, четвёртый. Ну, праздник. Нет, первый у нас 3 ноября. Так. Мы приглашаем на выставку по произведениям Чехова Антона Павловича Чехова. Сам автор будет давать презентацию о том, как она творила эту выставку, что хотела сказать. Мы ждём наших гостей в 5 часов вечера. А после уже, это открытие такой выставки по Чехову, будет студенческий спектакль тоже по произведению Антона Павловича «Чайка». Сюжет для новых рассказов. Круто для студентов, да. Да, это такой экспериментальный будет для нас день. Интересно, это действительно студенческая работа. То есть в данном случае мы можем прикоснуться не столько к театру, сколько к театру изнутри. К молодёжи, как она, так к процессу. К процессу, как видят эту молодёжь, как она внедряется в то тысячелетие, как происходит их видение и мировоззрение сейчас. В общем, очень интересно. А самое интересное, что это будет действительно творческий, репетиционный практически процесс. Но тут очень важно, что Чехов, он же настолько универсальный, что его, во-первых, в любую эпоху можно играть. Во-вторых, в любом варианте взрослые, молодые, средние, какие угодно. И действительно, это очень интересно, потому что темы, которые поднимаются, они актуальны до сих пор. Поэтому я думаю, что это очень хороший выбор. И это, в общем-то, такой разогрев. Значит, это 3 ноября, да? Да, да. Так, а 4? А 4 мы начинаем также в 5 часов вечера. Действие у нас будет разбросом на разных площадках, на разных локациях. По-богатому. Да, какие-то действия будут сменять друг друга, какие-то будут идти одновременно. Ну, кому-то одно что-то интересное, одно направление, кому-то интересно другое направление. Поэтому будет разнообразно. Начнем мы в 5 часов картины галереи. Это будет такая интересная арт-программа с показом мод, называется «Шедевры», где у нас состоится синтез. Синтез нескольких искусств, таких как хореографическое искусство, такое как живописное искусство и искусство моды. Мы попробуем произвести такое действие, где мы соединим все эти искусства, и что получится, могут оценить наши посетители. Но я так понимаю, что вы к этому готовились-то загодя, да? То есть проведена большая работа. Ну, во-первых, мы как площадка в данном случае выступаем. Ведь тема акции «Ночь искусств» – это синтез искусства. И мы, в общем-то, к нашему удовольствию нашли и в городском округе Люберцы, и в других округах людей, которые именно эту же тему поддерживают. Мы расскажем дальше, потому что у нас не только из Люберец будут гости, а будут гости, которые представляют свои программы из других городов Москвы. Давайте прямо сейчас и расскажем. Сейчас расскажем. Ну, вот вы, например, спросили про программу, которая будет с пяти часов. Эту программу делают артисты. Они её делают артисты, модельеры, хореографы. И на нашей площадке в «Ночь искусств» её воплощают. Вот такая интересная вещь. Ну, это любопытно, тем более, что сейчас как бы тема моды и правильной подачи этой моды, да, тоже имеет определённую… Ну, всё можно превратить что-то в перформанс, а что-то в представление, а что-то вот в супершоу, да. Всё зависит от того, как это подать, под каким соусом. Так, а на других площадках что-то? Дальше мы продолжим. У нас продолжается синтез других искусств, например, также живописи и психологии. Да, нашим посетителям будет представлен разбор, будет психологический разбор картины. То есть на примере работы художника психолог будет, специально приглашённый психолог, будет разбирать интересные моменты, что, как хотел сказать, подчеркнуть, какие особенности. Чем болел художник. Как можно, да, прочитать по картине какие-то нюансы и человека, может быть, настроение и так далее, и так далее. Это, кстати, очень интересная тема, потому что художник же иногда это передаёт и сам того не понимая. А психолог может это сочетать. Вот если… И вообще любая же картина – это какой-то… Это крик души. Это густок его энергии, да. Любая картина. А какая картина вы нам не скажете? А это будет не одна картина. Нас вот как раз психолог, она же журналист, она попросила подготовить… Мы не скажем, потому что это будет для неё даже секрет. Она попросила подготовить две картины. Одну работу классического стиля, одну работу… Антиграунд какой-нибудь. Совершенно верно. И, возможно, какую-то скульптурную композицию. И сейчас мы… Я прямо заинтересовался. Мы нашли. А что, то есть можно будет задавать вопросы, то есть или психолог выступит, а потом вопросы, то есть дискуссия. Абсолютно, да, лекция, где можно будет поучаствовать в качестве не только слушателя, но и позадавать вопросы. Хорошо. Вот видите, Ночь искусств, она приобретает такое не просто вот мы что-то показываем, а мы ещё рассуждаем на эту тему, тем более, что действительно синтез искусств, когда всё вместе, и плюс мы ещё и пытаемся понять, что с человеком происходит. Почему он именно эти цветы пишет, или почему у него такие глаза, или почему при этом же у каждой эпохи есть ещё свой стиль, там какой-то ренессанс, или ещё что-нибудь. Я думаю, это интересно, я думаю. Да, мы заставляем, не могу сказать, заставляем. Заставляем, можем заставляем. Мы побуждаем людей принимать активное участие. Например, у нас также продолжает программа мастер-классы. И даже сейчас, как принято сказать, не то, что мастер-классы, а мастер-шоу. Мастер-шоу. Мастер-шоу по гончарному искусству. То есть можно будет попробовать, что такое глина, как её можно на кругу преобразовать в какое-то произведение искусства, поучаствовать в процессе. Если понравится, продолжить также уже непосредственно в мастер-классе по гончарному искусству, уже углубиться. А потом и заводик можно открыть. Я просто был под Белгородом, есть такой знаменитый тоже завод. Я как раз видел, как он до сих пор работает, как это вот делается. Это очень интересно. Ну, там у них есть заготовки такие, ну, как по ГОСТу, что ли, одно и то же, да? А есть вот именно, где сидит специальный человек и что-то там творит. И там, конечно, такие невероятные фигуры есть. Поэтому это тоже очень интересно. Но глину вы найдёте, да? У нас гончарная мастерская есть. Вот. Ну, я имею в виду, что это не просто глина, а прям подход такой профессиональный. Да, будет гончарный круг. Каждый желающий сможет сесть за этот круг и попробовать слепить, попробовать в руках, подержать глину, попробовать, посмотреть, как крутится этот круг. А если он эту вазочку сделает, что можно забрать вазочку? Ну, это о том, что он не забирает эту вазу, он пробует. Сделали, разбили опять глину. Нет, почему? Дальше гончар эту же самую глину разминает и пробует следующее. Но если он захочет оставить себе на память что-то, то он идёт в гончарную мастерскую. И там уже работает. И там уже с гончаром есть определённое время, он может поработать. А, то есть вы ещё и таким образом привлекаете, да? А почему нет? Там кто заинтересуется. Если людям это будет интересно. Самая реклама. Хорошо, сейчас сделаем паузу. Напомню, что в гостях у нас директор музейно-выставочного комплекса городского круголюберца Татьяна Крюкова и Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса. Дождёмся, тем более, что у нас есть ещё и предновогодний разговор. Новый год же не за горами. Он наступит очень-очень быстро. Ну, а пока перерыв. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Татьяна Крюкова, директор музейно-выставочного комплекса городского круголюберца и Виктория Фетисова, заведующая отделом развития этого музейно-выставочного комплекса. Мы продолжаем знакомить вас с теми программами, которые вы можете посетить, поучаствовать, увидеть, поразвлечься, отдохнуть в «Ночь искусств». Что дальше у нас ещё? О чём мы ещё не сказали? В конце ещё про Новый год будем говорить. А пока про «Ночь искусств». Также у нас будет экскурсия в VR-очках для желающих. То есть можно на 28 минут погрузиться в виртуальную реальность. Куда? И узнать очень много интересного об искусстве. Как зарождалось искусство? Название фильма. Там фильм этот предназначен для людей 7+. То есть он будет интересен как и самому юному поколению, так и людям постарше. Там будет сопровождение. То есть некий персонаж, Лео, будет рассказывать об искусстве, как оно зарождалось. В доступной форме. Да. Вот 28 минут посидеть, насладиться в таких мягких, уютных креслах и посмотреть замечательный фильм. Ну опять же здорово, да, такое расслабление. И недолго. 28 минут – это нормально, да? По времени. Я считаю, что это и немало тоже. И немало, и немало, да. Такое значение удобное. Мы же век динамический живем, попробуй час заставить кого-то что-то посмотреть. А 28 минут вполне нормально. Вполне. Вполне. Так, что еще? Ну обязательно у нас будет мастер-класс. Завершать мы нашу ночную программу в картинной галерее будет мастер-класс по живописи. Писать картины будем? Да. Насладившись нашими произведениями искусства, которые находятся в залах, можно самому попробовать реализовать свои творческие способности в живописи. Кто-то будет показывать, как это сделать. Да, да, да. Художник. Как нос нарисовать, как руку. Но мы не будем, конечно, трогать, я думаю, человека. Мы все-таки пейзажем займемся. Опять же, какой-нибудь поставим перспективу, яблочко положим по пьемоше. Это вы про натюрморт говорите, а мы про пейзаж. Пейзаж, что за окном. Да, да, да. Мне кажется, что натюрморт-то проще. А если что придумаем, то будем писать. Конечно. Правильно? Конечно. Потому что человеку, конечно, сразу тяжело писать. А вот яблочко или кленовый лист за окном проще. Я согласен с вами. Так, еще что? Плюс у нас в Музее истории культуры поселка Малаховке будет небольшая программа. Она пойдет не в ночь. Но для любителей искусства можно подойти в музей, и в три часа будет лекция об интеллигенции Малаховки, которая у нас жила, трудилась, и что она сделала для становления культуры и нашего городского округа, и Люберецкого края, а также, возможно, и областного и российского уровня. Ну, да, это такой пласт важный, потому что к нам приходили самые разные коллеги ваши, и просто рассказывали о том, насколько действительно имена какие там были. Да, это целая такая отдельная история. Да и до сих пор, в общем-то, место это славится именами самыми разными и современными. Поэтому это будет очень интересно. Да. И наверняка, если кто-то не знает, он узнает много того, чего и не предполагал, что рядом вот здесь где-то мог проходить человек, который оказывается... Ого-го, какой человек! Да. Так, еще. В Краеведческом музее много программ у нас также проходит. А если мы знаем, что Краеведческий музей, Люберецкая картинная галерея находятся, в общем-то, в одном месте, стоит только перейти, не одеваясь, в общем-то, из одного здания в другой через небольшой коридор. Ну и здорово, и вы уже в Краеведческом музее. Да, и там тоже замечательно у нас. Можно убить двух зайцев, как я в таких случаях. У нас там запланирована презентация новой экскурсии, а также очень большая, насыщенная программа, которая начнется у нас в 6 часов вечера, продлится до полдесятого вечера, посвященная Леонардо и Микеланджело. Мы увидим синтез также искусства классического, переданная зрителям, посетителям через новые технологии, с привлечением новых технологий. Там также будут задействованы VR-очки. То есть по полной все-таки программе. Да, будет интересное выступление артистов. Также будет представлена лимитированная коллекция ручек, выполненная также, навеянная работами наших вот этих двух великих гениев. Также у нас планируется там показ мод. Тоже. Ой, такой интересный показ мод планируется, кстати говоря. Там же будут венецианские маски очень красивые. То, что, да. Да, девушки в венецианских масках и с работами двух вот этих гениев будут выходить. То есть маска, она будет отображением каждой работы художника. Здорово, слушайте, это прекрасно. Да. Ну, я вижу, что прям разбегается это. Это еще, наверное, не все вы нам рассказали. Ну, основное. На новую экскурсию тоже интересно, да, вот у нас теперь традиция такая. Вот мы начали уже не первый год на Ночь музеев премьеры экскурсии делать, а тут мы решили, что А Ночь искусств может быть так же. Да, чем хуже, да. А если есть что рассказать, да, и представить зал, коллекцию определенную в зале по-новому, и вот у нас придумана такая интересная экскурсия нашим главным хранителем. Игры и игрушки. У нас там замечательно есть витрина старинных, древних игрушек. И по ней действительно очень интересный получился текст, рассказ, и потом который перерос в увлекательную экскурсию. Вот надо обязательно прийти послушать. Ну, вот такая планируется Ночь искусств. Здесь у нас в городском округе Люберцы и в разных его уголках, не только в каком-то одном месте. То есть, в принципе, при желании можно попасть в любое место или даже, например, сразу в несколько мест. Но не могу не коснуться еще вопросов. Все-таки ноябрь пройдет быстро, там уже и декабрь, и Новый год. А у вас-то работа сумасшедшая, в хорошем смысле слова, потому что праздники у вас летят так быстро. От одного Ночь искусств пронеслась, а у вас уже Новый год стучится в окно, да? Готовите какие-нибудь сюрпризы на Новый год? Готовим. Готовим, конечно. Давайте, поделитесь секретами, какими можно. Ну, во-первых, мы всех приглашаем 15 декабря... О, так рано! ...на открытие новогодней мастерской. В музейно-выставочном комплексе будет работать новогодняя мастерская, где будут трудиться мастера. По предварительной записи можно прийти на мастер-класс, приготовить какой-то, может быть, подарок своему родному, близкому, может быть, самому себе или просто провести хорошо время в нашей компании. Почувствовать дыхание Нового года уже, да. Да, также мы в этом году для наших посетителей готовим новогоднюю экскурсию по нашему музею. Опять же. Театрализованную. О, петь будут? Танцевать? Играть актеры будут? Будем практически драматический спектакль. Ух ты, ну вы растете прямо, это не просто экскурсия, еще и, да, это тоже новогоднее, именно с новогодним уклоном. Да, да, с новогодним уклоном. Можно прийти просто на экскурсию, можно прийти отдельно на мастер-класс, можно собрать такой некий конструктор, посетить, и экскурсию с мастер-классом. Хорошо. Во время экскурсии будут игры, во время экскурсии будет увлекательный рассказ, а также во время экскурсии будет, ну, некое такое представление небольшое, которые обязательно подарки какие-то будут подарка будет экскурсия а то есть подарок это очень хорошо все правильно правильно молодец хорошо новогодние экскурсии будет и в люберецком краеведжером и в музее истории культуры поселка малаховка также в музее истории культуры поселка малаховка будет интерактивная программа также по предварительной записи поэтому следите активно за нашим сайтом раз есть предварительная запись значит очередь предполагается поэтому лучше заранее заняться до которые например будут организованные группы приходить или может быть сборные группы которые также а вот очень важный момент еще новый год это же бабушки дедушки внуки родители семьи детская какая-то составляющая должна присутствовать вот в этом направлении что у вас планируется или то же самое то есть это в общем то мы делаем не только для сборных групп а а стараемся все-таки и людям которые про свои не делаем не только для организованных групп но и людям которые просто собираются да и приходят к нам вот той же самой семьей мы стараемся чтобы побольше народу набрать и провести для них также я так понимаю что у вас новый год он будет длиться начиная фактически с 15 декабря как вы сказали начинают у вас работать это и далеко еще за новый год если по 15 обычно как в преддверии нашего обычного нового года традиционного до старого нового года но про как практика показывать самый большой вал у нас идет до но но потом немножечко все уже спады но красиво от праздник но красивыми нарядными мы уже должны быть к первому декабря а вот как поэтому наша работа сейчас уже хоть несмотря у нас ноябрь месяц нам и активно сейчас будем подгод украшаться наряжаться чтобы радовать наших посетителей у нас красиво очень внутри а кстати как вы украшаете сами или кого-то приглашаете или все вместе дизайн дизайн несколько лет назад сколько года три назад наверное до приглашали дизайнера было закуплено много интересных вещей нарядили нам очень красиво тогда еще это было в галерее не в музее мы делали нашу резиденцию деда мороза а сейчас мы перенесли резиденцию в музей там у нас есть один свободный зал где можно и играть и мастер-классы проводить движуха там же больше пространства вода и украшаем сами но не хуже я вас нет я же чем и говорю что вы уже научились не хуже у нас очень красивые домашнему и одновременно стиль до стильно по домашнему если сделать новогодние фотографии забыл антуражи можно новогодний атмосфер нам тогда дед мороз вы говорите про пробежала такое слово у вас будет там где дед мороз жить какой-то специально захаживать захожу да да периодически уводят встречи с дедом морозом во первых на экскурсию как же без деда мороза мы его обязательно встретим по я думаю что и получается что вы будете работать вот все это время очень активно несмотря на то что там вот после самого праздника на спад но вы готовы принять большое количество посетителей до который если будет посетитель спрос то мы готовы его принять понятно помимо краеведческого музея и музея истории культуры поселка малаховка картины галереи порадуют двумя зимними выставками а зимняя выставка это специальные зимние картины для художников задается тема например зима чародейка то есть это будет выставка живописных полотен а вот то есть мы про врачи улетели из прилетели да еще один тоже будет зимний проект также как синтез двух искусств это художественного искусства и фото фото но настроение мы создадим очень приятно что люди так любят свою работу что для них новый год это такой ну наплыв столько вот эмоционального этого и все равно приятно это работать и приятно этим заниматься и приятно ждать посетителей но надо пережить ночь искусств потому что это очень оригинальный проект вы сами услышали от наших гостей сегодня сколько много всего приготовлено что где кстати можно посмотреть на сайте на сайте на сайте музейно-выставочного комплекса зайдете посмотрите и вдруг что-то вам прямо на вас хочу чтобы ты пришел берем и идем да да ну что же огромное вам спасибо напомню что в гостях у нас были директор музейно-выставочного комплекса татьяна крюкова и виктория фетисова заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса конечно же городского круга люберцы вам с успехом провести ночь искусств плавно перейти в день искусств и в год искусств новогодний да чтобы все у вас состоялось на этом все была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания а